Евгений Плохотин Хотели выпить, а потому от Колыма не отказались. Полицейские задержали парней, которые хотели похитить важную деталь от лифта. Бери и читай. Бийская медиагруппа установила книжную полку в крупном торговом центре. Ремонты завершены, запасы угля превышают норму. Осталось получить еще один паспорт готовности к зиме. Что ж, теперь об этих и других событиях расскажем более подробно. Практически все ресурсоснабжающие предприятия Бийска, а также организации соцкульпбыта, уже получили паспорта готовности к предстоящему отопительному сезону. На следующей неделе в городе ожидается еще одна крупная проверка. Комиссия посетит компанию «Бийск Энерго». На главной котельной она будет работать три дня. После предприятие получит паспорт готовности к зиме. Поводов для беспокойства у компании «Бийск Энерго» нет. В текущем сезоне были проведены плановые капитальные ремонты, а запасы топлива превышают норму более чем в два раза. Отметим, что на сегодняшний день документ, подтверждающий готовность работы в зимний период, есть у водоканала предприятия «Теплоэнергогаз» в НПЦ «Алтай». На днях паспорт готовности получила компания «Бийск Энерго Теплотранзит». Хорошую оценку своей деятельности в период подготовки к отопительному сезону теплоэнергетики получили по всем основным позициям требований Ростехнадзора и городских властей. Добавим, что дата начала отопительного сезона в нашем городе пока по-прежнему остается неизвестной. Алтайский край вошел в число самых экологически безопасных регионов страны. Рейтинг по итогам трех летних месяцев составила общественная организация «Зеленый патруль». Оценка ставилась по нескольким группам индикаторов, в том числе природоохранным, социально- и промышленно-экологическим. Алтайский край в рейтинге регионов занял третью позицию. Впереди нас только Тамбовская область и наши соседи из Республики Алтай. По сравнению с предыдущим эко-рейтингом, который «Зеленый патруль» составлял весной этого года, наш регион улучшил свои позиции на целых два пункта. Отметим, что экологический рейтинг субъектов России рассчитывается с 2007 года и публикуется четыре раза в год. Цель данного проекта – мониторинг и сравнительная оценка регионов России в сфере экологической безопасности и охраны окружающей среды. Массовая вырубка леса в заречной части города возмущенные бейчане. Этот, по их мнению, акт вандализма сняли на камеру мобильного телефона и прислали на электронный адрес нашей редакции. Предлагаем вам посмотреть. Все самые хорошие сосны выпиливаются. Как поясняет один из очевидцев, неизвестные люди вырубают совершенно здоровые деревья и вывозят камазами. По мнению горожан, это не чистка, а самая настоящая промышленная вырубка. Как нам сообщили, сосны пилят в районе детско-юношеской спортивной школы номер один в сторону поселка Леснова. С заявлением в правоохранительные органы люди не обращались. Это видео направили в Краевое и Федеральное управление Росприроднадзора. Возмущенные бейчане хотят, чтобы данным вопросом занялась прокуратура. Что ж, ну а мы будем следить за развитием этой ситуации. Итак, продолжаем выпуск. Купленные права аннулируют. Завершилось расследование громкого уголовного дела в отношении уже бывшего начальника РЭУ ГИБДД Бийска Андрея Сафронова. В ходе следствия была доказана причастность обвиняемого к совершению нескольких десятков эпизодов получения взятки и выявлено почти столько же фактов превышения должностных полномочий. Дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. О том, сколько в Бийске стоили водительские права, расскажем прямо сейчас. Выпускники автошкол, которые были не уверены в себе, плохо знали теорию, а порой путали газ с тормозом, абсолютно спокойно получали водительские удостоверения и выезжали на городские дороги. Все, что для этого было нужно – иметь хорошие связи в ГИБДД и деньги. По данным следствия, Сафронов на протяжении трех месяцев, с февраля по март этого года, получал через посредников взятки. Размер взятки зависел от количества оценок за экзамены, требуемых к вставлению, и варьировался от 5 до 20 тысяч рублей. Таким образом, чайники могли, особо не утруждая себя теорией и практикой, купить экзамен всего за 20 тысяч рублей. Хотя сам Андрей Сафронов, будучи старшим государственным инспектором, всегда пропагандировал безопасность на дороге. В первую очередь говорил о качественной и профессиональной подготовке начинающих водителей. В мае этого года высокопоставленного полицейского уличили в преступлении. Сафронов, находясь в служебном кабинете через посредника, получил взятку. Всего же в ходе следствия была доказана причастность обвиняемого к совершению 30 эпизодов получения взятки и 25 фактов превышения должностных полномочий. Так, двое граждан, передав Сафронову взятку, восстановили право управления транспортным средством, будучи ранее лишенными водительского удостоверения за совершение административного правонарушения. После незаконно приобретенного права они совершили уголовно-наказуемое деяние, которое предусмотрено статьей 264 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, повторно всех за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда на недвижимость подозреваемого, а также на деньги, изъятые в ходе обыска, наложен арест. Как нам стало известно, в заречной части города подозреваемый в получении взятки строил жилой дом стоимостью в несколько миллионов рублей. И на одну только зарплату полицейского, скорее всего, такой особняк не построить. Сейчас строительство заморожено. Также добавим, десятки бейчан, которые незаконно получили водительские удостоверения, лишатся их. Купленные права аннулируют. Татьяна Звягинцева, Евгений Плохотин, Будни. И о происшествиях в Бийске два парня хотели похитить важную деталь от лифта. Как они пояснили, к ним подошел неизвестный мужчина и предложил подколымить. Молодые люди отказать не смогли и согласились. Сказали, помогите. Я работаю по подъезду. А вам видно, что ли, было, что вы колымить любите? Потому что мы с похвенем были. Молодых парней, которые пытались похитить деталь от лифта, сотрудники патрульно-постовой службы задержали с поличным. Сообщение в полицию поступило от жительницы одной из многоэтажек приобской части Бийска. Женщина обратила внимание на посторонних лиц, которые крутились в подъезде возле разобранного лифта. Оказалось, что злоумышленники пытались похитить металлическое колесо от подъемного механизма. Один из задержанных не стал отрицать свои вины и написал явку с повинной, надеясь на смягчение наказания. Сейчас проводится проверка, ну а после будет принято процессуальное решение. Информационная программа «Будни» мы продолжаем. Шкаф с книгами, которые могут брать и читать все желающие, появился в ТРЦ «Ривьера». Инициатива принадлежит Бийской медиагруппе. За установкой социально значимой конструкции наблюдала моя коллега Евгения Буребаева. Ей слово. Книга дарит эмоции, знания. Она заставляет нас чувствовать и помогает расширять кругозор. И поэтому книга не должна быть в заточении. Этот шкаф-вертушка устанавливается для всех бичан. Классика или современная литература, детективы, фантастика, любовные романы. Приходите и выбирайте книгу на свой вкус. Ее вы можете прочитать здесь же на скамейках, а если захотите, возьмите домой. Идея Бийской медиагруппы. В нее входит Бийское телевидение, Бийский рабочий. Городской портал «Я в Бийске» и рекламные технологии. Главный девиз Бийской медиагруппы – все, что мы делаем, мы делаем с любовью к Бийску. А главное для Бийска – это, конечно же, горожане. Их уют, их жизнь, их радость. И поэтому хочется, чтобы горожане не теряли культуру чтения. Хочется ее прививать, чтобы люди больше читали, больше обменивались книгами, знаниями. Каждый представитель Бийской медиагруппы не должен был остаться в стороне от этой полезной затеи. Свою лепту вношу и я. Надеюсь, что читателям понравится. На полках рядом с неоднократно прочитанными и полюбившимися нам книгами вы найдете и абсолютно новые экземпляры, которые никто еще ни разу не открывал. Это серия уникальной книжной коллекции «Комсомольской правды». Мы еще не успели расставить все книги, а Бийчане уже оценили идею. Спасибо вам большое за идею. Буду брать обязательно. Приятно посмотреть, поменять. Вот у меня есть лишние книги, я все их сюда принесу. Бийская медиагруппа благодарит всех, кто помог воплотить этот проект в жизнь. Мебельную компанию «Слон», агентство наружной рекламы «Идея». Акция «Свободная книга» не разовая. Каждый месяц будет появляться новый шкаф в различных учреждениях города. А в эту субботу, 24 сентября, в торгово-развлекательном центре «Ривьера» пройдет большой праздник «Рекорды Ривьеры». На нем Бийская медиагруппа расскажет о старте акции «Свободная книга» и проведет конкурс «Рекордсмены чтения». Евгения Буребаева, Андрей Сегаев, «Будни». На посту чиновников и посетителей городской администрации встречает код. Такая вот заметка сегодня появилась на сайте газеты «Бийский рабочий». Необычную картину можно было наблюдать у здания городской мэрии. По всей видимости, четырехлапый посетитель оказался весьма настойчивым, ведь чтобы добраться до дверей администрации, коту пришлось преодолеть высокие ступени центрального входа, которые порой вызывают усталость даже у людей. Покрутившись в холле первого этажа, кот решил отдохнуть на коврике и там же немного поспал. Что ж, вот такая вот забавная история про путешествие кота Мурзика. В «Бийске» крупная строительная компания устроила большой праздник для горожан и разыграла автомобиль с авторской аэрографией. О том, кто уехал домой на новеньком авто, а также кому достались денежные сертификаты, этот секрет раскроем прямо сейчас. Построй и выиграй! Компания «Ангар-18» еще в начале летнего строительного сезона объявила беспрецедентную акцию для своих клиентов. Главный приз – автомобиль. Это «Ангар-18»! Выиграй здесь! Для того, чтобы оказаться среди счастливчиков, нужно было купить строительные материалы и зарегистрироваться на сайте компании. И вот на днях определили победителей. Сертификат на 5 тысяч рублей достался «Бийчанину» Игорю Грекову. Потрачу деньги, но дальше на отделку у меня еще есть задумки. Сертификат на 10 тысяч рублей увезла в Белокуриху Алина Аксенова. Да, я постоянно выигрываю. Еще одним обладателем сертификата, теперь уже на сумму 20 тысяч, стал Виталий Клименко. Однозначно, молодцы! Компания отличная, руководителям большое спасибо! И вот он, самый интригующий момент. Кто уедет домой на новеньком авто? Это житель города Белокуриха Дмитрий Валяев! Дмитрий ни разу не участвовал в подобных конкурсах и здесь на приз даже не рассчитывал. Мне продавец Ольга позвонил и сказала, что вы выиграли автомобиль. Я чуть с кровати не упал. Так что строите с компанией «Ангар-18» и выигрывайте ценные призы. Татьяна Звягинцева, Евгений Плохотин, Сергей Даровских, «Будни». Выбирать ювелирные изделия в атмосфере красоты и комфорта призывает ювелирный дом компании «Золото России». В нашем городе это уютное заведение появилось ровно год назад. Ювелирному дому компании «Золото России» один год. Все это время он дарит бичанам хорошее настроение. А может ли быть иначе, когда попадаешь в мир сияющих драгоценностей из золота и серебра с великолепными камнями, изумрудами, сапфирами, топазами, гранатами и, конечно, бриллиантами? Ассортимент ювелирных украшений поражает разнообразием, еженедельно обновляется. Изделия высокого качества на любой вкус и достаток. Роскошные эксклюзивные коллекции от российских ювелиров. Покупатели приходят в ювелирный дом, чтобы порадовать себя или выбрать подарок дорогому сердцу человеку. Атмосферу праздника также создают изысканный интерьер, удобная вип-зона, игровой уголок для малышей. Здесь постоянно действуют скидки, есть кредит и рассрочка. Ювелирный дом компании «Золото России» делает все, чтобы гостям было в нем уютно и хорошо. Каждого покупателя ждет приятный сюрприз. «Золото России» нам лучше быть вместе. Добро пожаловать в ювелирный дом компании «Золото России» Васильева, 46. Что ж, теперь пришло время рассказать о погоде. Итак, завтра, 24 сентября, в Бийске ожидается переменная облачность. Ветер слабый. Его направление в течение дня будет меняться. Атмосферное давление и влажность воздуха высокие. Температура ночью плюс 6, плюс 8, днем до 15 со знаком плюс. И это все новости на сегодня. Желаю вам приятного завершения этого дня. И с пользой проведите выходные. Ну и, дорогие друзья, будьте здоровы и, конечно же, улыбайтесь чаще. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова